Привет любителям бильярда! А вы знаете, почему получается срыв удара? Как добиться четкий прокол шара? Почему удар получается дерганный без правильного сопровождения? Как сделать свой удар стабильным и правильным по механике? Получите полную базу знаний по технике бильярда из трех видеокурсов с методичками, практическими заданиями и мотивацией. Шестой курс – игровая стойка. Седьмой курс – прямолинейный мах и нового курса – 8 – техника строгого удара из 16 уроков про то, как довести себе до совершенства технику качественного удара. Еще знаете, какая бывает ошибка у любителей? У них дерганые движения руки. Вот так вот бьют и делают. Вот так, вот так делают. Знаете, тут уже аж хочется и всем корпусом поиграть. В этой стойке невозможно что-то сделать. Либо в нижней стойке вот. То есть нет, фиксация. То есть вот, бывают вот такие замахи. Тоже неправильно. Вот так делают люди. Не понимают, что нельзя так задирать, что надо все водить. Не сказать, что горизонтально, а прямо линейно. Если у вас наклон такой, значит так и водите. Не надо вот так вот задирать кий. Бывает такое напряжение в плече, что оно вам не дает удар. Вот так бывает напрягают люди. Вот, напрягли. Видите, сейчас я напряжен как сильно. И у меня удар не получится. Я как бы напряг плечо, да, вот это. И у меня там все свободно. Но это сильно будет мешать. У меня так плечо будет болеть. Если у вас болит плечо, сообщите нам. Мы решим вопрос. Мы подскажем вам решение. Какое решение самое простое? Не напрягать его. Просто свободно, чтобы было. Чтобы оно было свободное. Да, оно в подвесе. Оно немножко по-другому. Оно как бы на спине. Как бы на левую сторону хочет перевалиться. Как будто бы вы разворачиваете. Да. Но вот оно должно быть свободным. Без напряжения. Потому что, или же напрягать в момент удара, вот это делать движение. Тоже это ошибка сильная. Некоторые держат пальчиками вот так вот ки. Тоже думают, что будет хорошо у них. Как будто бы они так чувствуют ки. Да, вы там в какой-то степени чувствуете ки. Вы это так по-другому ощущаете, потому что понимание. Но на самом деле вы в момент удара будете зажимать его по-любому. У вас не будет стабильности в таком ударе. Не будет стабильности на отводе назад. То есть у вас должен быть маятник. То есть пока вы не пройдете второй курс по махам, мы не сможем вам помочь. Вам надо развернуться правильно и встать по направлению к линии. Повернуть ведущий глаз. Это очень важно, как ведущий глаз поставить. Оно, понимаете, в комплексе все работает. Оно не так, что, ай, покажи мне, я сейчас один элемент возьму по видеокурсу и все, я сейчас буду всех обыгрывать. Нет, такого не произойдет. Будет, возможно, даже обратный эффект. Потому что один потянет за собой другой, третий, и все надо будет менять. Все менять надо будет. Либо подтягивать. Не будет такого, что я сейчас поменяю вам один элемент. Да, какой-то элемент могу подтянуть. Сказать, так, здесь надо развернуться, и вы поймете, что, ага, здесь надо, оказывается, будет больше прямолинейности. Хорошо. Потом я скажу вам, так, надо ниже стать. Так, ниже не получается. Буду заниматься спортом каждый день и растяжки делать. Занимайтесь 10 дней, 20, неделю, месяц, 2 месяца. О, уже ниже становитесь. Хорошо. За 2 месяца стал ниже. Дальше. Работаем с другими элементами. Так, надо развернуться. Тут, например, левое плечо слишком уходит в сторону. То есть его надо развернуть. То есть мы сделали правильно разворот. Да, можно пересмотреть беглый курс и взять на скоком, попробовать и сделать. Но это не системно. Оно будет работать, оно даст вам знания, но это не то. Если вы проработаете каждый элемент, который есть в вопросах, пропишите его, снимите видео, вы настолько будете разбираться в стойке, в ударе, в прицеливании, во всех, во всех элементах, что вы начнете видеть ошибки других людей, будете исправлять и наблюдать за теми вещами, о которых раньше даже не подозревали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok